Давай расскажем про асфальт. Пока город только просыпается, у Химкинского военкомата в половине шестого утра уже все бодры и веселы. Вчерашние школьники и студенты сегодня готовятся вступить во взрослую жизнь и настраивают себя на тяжелые испытания. Ну, службы точно легкой не будет. Настроение, ну не знаю, в принципе хорошее, но в то же время и тоска такая легенькая присутствует. То, что год без гражданки, лишения разные. Вот. Как-то так. А настроение замечательное. Надо так, надо. Чего еще? Ничего не поделаешь. Ну, с каким настроением? Симплемистичным. А чего, ну, вот, слушай, ну год, и здесь все хорошо будет. Родители, многие из которых не сомкнули этой ночью глаз, за сыновей переживают, не скрывают слез. Но при этом уверены, что служба в армии пойдет им только на пользу. Конечно, в душе переживаю, но держусь. Вот. Такая внутренняя, конечно, тревога за него. Но я думаю, все будет хорошо. Вот. Надеюсь, что он оттуда придет настоящим мужчинам. До отправки на сборный пункт Московской области остаются считанные минуты. Морально укрепить боевой дух призывников приехали представители ветеранских объединений. Служба в армии – это не прогулка по братвею. Приготовьтесь морально, приготовьтесь физически. Это самое главное. Традиционно призывники из Химок, Долгопрудного и Лобни пополнят ряды Росгвардии, а также военно-космические и сухопутные войска. Это очередная плановая отправка. Уже было три отправки, это четвертая. Мы направляем порядка 40 человек в вооруженные силы Российской Федерации. В основном мы сейчас набираем части подразделения в Московской области. Бозже, после ноябрьских праздников, 15-20 ноября, начинаем комплектовать части западного военного округа. То есть в пределах от Мурманска до Калининграда включительно. Всего в этот осенний призыв из Химок, Долгопрудного и Лобни планируют отправить в армию в общей сложности 250 человек. На сегодняшний день план выполнен на 30%.